Здравствуйте, друзья! Сегодня я, украинский историк, расскажу вам о великих русских путешественниках. Это очень интересная и занимательная лекция, из которой вы узнаете, что великих русских путешественников звали Отто, Адам, Витус, Адольф и Мекола. То есть это были главные великие русские путешественники. Многие из вас, наверное, смотрели мультфильм «Приключения в Простоквашине», и там кот рассказывал о том, что его дедушка служил на корабле Иван Федорович Крузенштерн. И оказывается, что этот Иван Федорович совсем не Адам Федорович, не Иван, точнее, Федорович, а Адам Иоганн фон Крузенштерн, который совершил первое в России кругосветное плавание вместе с одним украинцем. О нем я расскажу немножко попозже. Второй выдающийся российский путешественник, его звали Отто. Отто Коцебу. Второе и третье кругосветное путешествие на бриге Рюрик. Еще был один очень выдающийся великий русский путешественник Фаддей Фаддевич Белинсгаузен. В действительности никакой не Фаддей, а Фабиан Готлиб Беньямин фон Белинсгаузен. Один из первооткрывателей Антарктиды. А еще величайший русский путешественник, который открыл пролив между Америкой и Азией, его звали Витус Иоаннесен Беринг, которого почему-то на советских марках писали Иван Иванович. Но он не был Иван Ивановичем, он был Витусом Иоаннесеном Берингом. Остров Беринга и так далее. Кстати говоря, в его путешествии принимал участие выдающийся украинский культурный деятель Арсений Мацьевич. Метрополит которого, украинец, которого зам судила Екатерина II и он канонизирован как мученик. Потому что московиты замучили его. Кроме того, с Берингом, кроме Арсения Мацьевича, украинца, плавали тоже великие русские путешественники по фамилиям Шилькинг, Шпанберг, Вальмон и Иоанн Синд. Еще один исследователь, великий русский путешественник, исследователь Азии. Его звали Иосиф Биллингс. Но этот был оригиналом, потому что он был англичанином. Экспедиция при Екатерине II в Восточную Азию. Ну вот еще один был с Крузенштерном, плавал, я забыл его упомянуть, с Крузенштерном. Еще один русский путешественник Георг Генрих фон Лансдорф. Также он плавал в Бразилию. Реку Амур открыл и описал якутов, ну правда писал все свои произведения на немецком, великий русский исследователь Якоб Иоганн Линденау в XVIII веке. То есть следует понимать, что 99%, нет, 98% русских великих путешественников это немцы. Немножко датчан, немножко украинцев, ну украинцев может и немножко, а достаточно, но в основном немцы. Вот еще один очень великий русский путешественник Герхард Фридрих Миллер, руковедитель второй так называемой Камчатской экспедиции XVIII век. И его считали большим русофобом Ломоносов, а его считал, что он русофобствовал. Также этот Герхард Фридрих Миллер написал из «Свестия о запорожских казаках». Еще был такой при нем приблизительно в то же время великий русский путешественник Иоганн Эбергард Фишер, а также Иоанн Георг Гмеллинг. Это все исследователи Сибири, то есть первооткрыватели, можно сказать, многих вещей. Вот этот Гмеллинг очень известный. Ну вообще здесь все известные в узких кругах русских путешественников. Еще был такой, то мы сказали, что Крузенштерн и Коцебу, это первые, вторые, третьи кругосветные путешествия, совершенные русскими, извините. А был еще четвертый, его совершил Фридрих Беньямин Гран фон Людке. И вот с таким-то именем, Фридрих Беньямин Гран фон Людке, он совершил четвертое кругосветное путешествие на шлюпе Синявин, 26-й год, 826-й год. Вообще очень известный человек, это реформа флота, оборона Финского залива во время Крымской войны, не очень удачная, правда, но было такое. А еще был тоже первооткрыватель один в Сибири, великий русский путешественник Густав фон Швенг и вместе с другим великим русским путешественником Мейнсенгаузеном, они совершили путешествие по Сибири в 1840-х годах. Естественно, все произведения их на немецком языке. О, еще один, но этот оригинал. Йоганн Эбернард фон Шанц, великий русский путешественник, множество переходов на корабле с непатриотическим названием Америка, представьте себе. Оригинал он, потому что он швед. Вот, а еще Густав Кристоф Эгершельд. Это середина 19 века, Владивосток, возможно, кто-то из россиян его знает. А еще был такой Андрей Карлович Делеврон. Это тоже кругосветное путешествие, но уже какой-то конец середины и конец 19 века уже никто их не считал. Давид Шванетбенберг, тоже из тех же времен, исследователь Сибири, Енисея, до Петербурга доплыл за 100 дней и так далее. А вот еще очень известный великий русский путешественник Фердинанд Фридрих Шнорк Людвиг фон Врангель, полярный исследователь острова Врангеля, открыватель. Константин Рингартен, пешее кругосветное путешествие. Ну, у этого хотя бы греческое имя или Россия. Кто-то из русских будет думать, что он русский, Константин. Вот. И что же мы знаем об этих всех деятелях? Ну, еще был Петр Иганович Рекорд. Это тоже начальник Камчатки, толковый такой человек. Возможно, на Камчатке о нем кто-то еще помнит. То есть, вот такие великие русские путешественники. Вы поняли. Витус, Адам, Отто, Адольф, Людвиг, Фердинанд, Фридрих и так далее. Но были и другие путешественники великие. Про одного из них Мэколу, Мэклуху Маклая. Я уже рассказы звал в предыдущие лекции. Этого великого русского путешественника звали Мэкола. И его отец был потомком запорожских казаков. И его довели московиты до смерти за то, что он в изгнании, в тюрьме, отправил Тарасу Шевченко, украинскому поэту, 150 рубликов. Вот такой был великий русский путешественник. И когда отправили экспедицию в Папуа Новую Винею, через 100 лет после его экспедиции в Советский Союз, то оказалось, что он Папуасов обучил украинским словам. В частности, украинскому слову сокыра. Великий русский путешественник. Но были и другие великие русские путешественники. Один, например, друг, самый лучший друг Адама Ягана фон Крузенштерна, в честь которого кот Матроскин говорил, что его дедушка на корабле служил. И вот у этого дедушки кота Матроскина, у этого Адама Ягана фон Крузенштерна, главным товарищем был украинец Юрий Лысинский. Ну, в России его называются Лисянский. Хотя он никакой не Лисянский, он Лысинский. Вот, он был младше, чем Крузенштерн. И очень такой сильный. Вот, и что же этот Лысянский? Могу о нем много чего рассказывать. Это очень интересный такой деятель. Вот, он с Черниговщины. Наизболее известен как командир Шлюпа-Нева. Во время первой российской кругосветной экспедиции. 1809 год, 1806-189. И вот он, чем же он известен? Он известен тем, что заставлял всех матросов мыться. То есть, это было на российском флоте в то время очень такое странное требование. Если вы посмотрите на российских солдат, которые в Украине сейчас, то они до этого еще не доросли. То есть, они живут в грязи страшной, просто страшной. Грязи пещерной, как пещерные люди. А в то время украинец Лысинский требовал от его команды мыться. Ну и кроме этого, он дружил с англосаксами. Плавал на их кораблях много. Писал личный дневник на английском языке. Ну, это такое. А еще он встретился с первым американским президентом Вашингтоном. Сказал, что это гениальный просто человек. Читал Бенджамина Франклина в оригинале. А вот что он писал о Вашингтоне. Джорджи Вашингтоне, первом президенте США. Я по гроб жизни моей должен Вашингтону остаться благодарным и всегда сказать, что не было в свете величия мужа всего. Простота его жизни, благосклонность в обхождении таковы, что в одно мгновение поражают и удивляют чувства. А вот. А про русских капитанов. Вот он как характеризовал их в то время. Не могши жить в своем отечестве от распутства, таскаются по свету, не делая ни малейшей чести нации, к которой принадлежат. Вот. И что интересно, вот это его корабль Нева, он был куплен в Англии. То есть, в действительности, первое русское путешествие было произведено не на Неве, а на Темзе. То есть, ее просто купили в Англии и переименовали. Потому что другие русские корабли просто не выдержали бы этого кругосветного путешествия. Ну, как я уже говорил, что обязал всех мыться, окатываться морской водой. Начал выдавать лимонный сок против цинги. Ну, вообще, очень интересный такой живой деятель этот Лысинский. Кстати, есть остров Лысинского возле Гавайев. А еще был один открыватель. Его вообще в России, ну, почти не знают, почти не знают. Между тем, фактически, в результате его деятельности к Москве была присоединена огромная часть Сибири. Назывался он Нечепир Чернигивский. Ну, по-русски его говорят Никифор Чернигивский. На Амур, Дальний Восток и так далее. То есть, он воевал против московитов. В Смоленской войне был ранен, попал в плен и сослан в Сибирь, в Енисейск. И что же он там сделал? Он взял и казнил московского воеводу. Поднял восстание, собственноручно убил илимского воеводу Лаврентия Обухова, одного патологического садиста и казнокрада, которых много среди московских воевод. Ну, наверное, почти все. И, собственно говоря, после этого он с отрядом, со своим отрядом, который сколотил из 84 казаков, ушел к Амуру и построил там свою крепость, фактически республику, которая существовала почти 20 лет. Эта республика запорожская существовала на Амуре, поэтому все эти земли, они принадлежат украинцам по праву основания. Называлась она Албазинская, эта вся республика. Но там он, конечно, понимал, что с несколькими сотнями казаков он не сможет там долго задержаться. Китай давил на него все время. И через несколько лет он вынужден будет, ну, собственно говоря, этот Албазин срыть. Вот. В Москве его, приехал в Москву договариваться, его, как это всегда делали, задержали его там. И выманили из этого фактически Албазина 1878 год. То есть он, по сути, был там в Сибири, получается, 30-40 лет. 40 лет. И пытался организовать вот эту республику фактически. Ну, и отправили его в Дети Боярские. Ну, это так, в почетную ссылку, короче. Где пишут московские историки. Угасал от тоски и безделия. Поэтому, когда нам сейчас говорят, чем вы будете, украинцы, расплачиваться за ленд-лиз с Америкой, мы говорим, да чем угодно. Хоть Камчаткой, хоть Дальним Востоком. Хотя, нет, стоп. Дальний Восток уже забит за Китая. А это его настоящая территория. Были еще различные великие русские путешественники. Очень интересный, например, Завойко. Тоже украинец Василий Степанович Завойко. Чем он интересен? Тем, что он, ну, участник там сражений, там, адмирал флота. Но, фактически, он первый, кто во всей Крымской войне Россия хоть где-то дрыгнулась. Потому что во всех боях она проиграла с треском. А в единственном, фактически, обороне Камчатки, Петропавловска-Камчатского, в то время была успешной, относительно успешной, противоангло-французской экскадры. Там даже английский, вот этот руководитель военный этого осады, он покончил жизнь самоубийством. Потому что не смог захватить этими укреплениями. Ну, если бы, наверное, Василий Завойко знал, что московиты сделают через сто с чем-то лет против Украины, он вряд ли бы защищал эту Москву. И сейчас бы Англия была бы где-то по Уралу, наверное, благодаря Василию Завойко. Но ничего еще будет. Вот. И кто-то скажет, ну, неужели же не было среди русских? Были же какие-то, ну, среди московитов, какие-то свои путешественники? Да, были. Почему же были? Правда, первые из них были не русскими и даже не московитами, а тверичами. Его называют Афанасий Никитин. Ну, написали Афанасий Никитин, русский великий путешественник. В действительности никакой не русский, а тверич. А в то время тверичи с московитами были в очень жесткой войне. Если бы ему сказали, что он московит, он бы, наверное, очень страшно обиделся. А во-вторых, что самое главное, этого Афанасия Никитина в действительности звали Офанасий Микитин. Офанасий Микитин сын. То есть он был сын какого-то Микиты. И именно так его, собственно говоря, в текстах он так пишется. Он тверич. Ну, почему так по-украински звучит? Потому что в то время язык центруковно-славянский распространялся из Киева. Соответственно, нормы украинского правописания, многие различные этносы, которые создавались на периферии бывшего киевского государства, они использовали, в том числе и тверичи. И что интересно, что рукопись вот этого Афанасия Микитина сына, которого русские называют Афанасием Никитиным, она сохранилась одна из рукописей во Львове. Потому что тверского князя Московия подло выгнала из Твери. И его приютил великий литовский князь на Волыне. У него там есть... Ну, в этой рукописи интересно вообще тверского языка исследование. То есть его можно к современному какому-то языку редуцировать, но это будет упрощение. То есть там есть и украинские, и московицкие слова, и какие-то свои собственные тверские. Вот Буря у него фуртовына. Это по-украински практически. Мальчик паропок. По-украински парубок. Ну, то есть, если в литературном тогдашнем древнем языке Киевской Руси, которая распространялась в том числе на территорию Твери, в нем было и церковно-славянский, то есть болгарская основа и украинская основа, то, соответственно, это все адаптировалось на местах. Но еще интересно, что у него в этой записи Афанасия Микитина, Офанасия Микитина сына, которого московики называют Афанасием Никитиным, в нем много молитв на разных языках, все, которые он знал, персидский, татарский и так далее. То есть у него вот так, например, Я вообще ничего не знаю. Олло Акбер. Опять Аллах Акбар. И так далее. Ну, короче, я не могу это читать, потому что я буду неправильно просто транслировать. На каких-то языках это что-то значит. Но кто хочет, может прочитать. Очень интересно его идентичность. То есть он себя считает тверичом, но в то же время каким-то образом причастный и к древней Киевской Руси. То есть, но к Москве и нет. Потому что дверью москвитой воевала. Он, вот этот Афанасий Микитин сын, которого московиты называют Афанасием Никитиным, он не очень похож на других русских путешественников, потому что он никого не убивал, не порабощал, не налагал Ясак. А что такое Ясак? Это московиты сдирали с местного населения фактически дань такую. По-монгольски Ясак значит власть. И вот в России 19 век, середина 19 века еще были такие Ясашные приказ, Министерство Ясашных дел, то есть обложение вот этих всех племен, коренного населения, различных территорий, такой Дании первобытной. Кто-то скажет, ну неужели, неужели не было, кроме этого Тверича, который там на персидском и на татарском языке писал, неужели не было других московитских деятелей? Был еще один, назывался Семен Дежнев, но он был новгородец, не совсем московит опять-таки. Чем он прославился? Тем, что собрал Ясак с якутов, с юкагиры, это другая местная племя на территории России, ему показали, так сказать, дираки зимуют, не очень. Но что ему удалось, это заразить этих юкагиров оспой. И, соответственно, в результате этого бактериологического оружия их сила была подорвана, вот этой губительной эпидемией. И фактически чукчами, чукчи начали, главными врагами России были. Ну вот кто-то говорит, ну ладно, Дежнев, новгородец там и так далее. А кто же московиты? Кто же был из московитов еще был? Еще был такой деятель Семен Паярков, вот это настоящий московит. И чем он известен, этот великий русский путешественник Семен Паярков? Он известен двумя вещами. Тем, что члены его экспедиции геноцидом согнали Дауров со своей земли, и сейчас они живут в Китае. Это раз, то есть, истребил на таких очень мирных жителей, геляков, называется, Нивхи. Ей довел этих Нивхов до восстания, хотя они очень мирный такой народ. Но вообще он прославился дикарем среди дикарей, потому что он фактически, его члены отряда, московиты, вот этого Семена Паяркова, занимались каннибализмом. То есть, если мы говорим о том, что на территории Московии в середине первого тысячелетия нашей эры еще точно был каннибализм, что он фиксируется у аммянам Мерцелина, у аммянских источников и так далее, то есть, людоеды жили на территории Залесия и Московии. То есть, относительно недавно. То оказывается, что история этих людоедов гораздо ближе, потому что еще Семен Паярков поедал этих, кого поймал, и своих тоже московитов. То есть, нашли мы, наконец-то, российского путешественника Семена Паяркова, который приславился каннибализмом. Но еще были и другие российские исследователи. Например, такие прославившиеся в опере, может, кто-то слышал, Юнона и Авось, о них написали, оперу. Это были такие Хвостов и Давыдов, уже-таки более цивилизованные времена Московии, когда европеизация, которая какая-то началась. Начало 19 века. Плавали эти Хвостов и Давыдов в Калифорнию. Прославились тем, что ограбили японцев на Курильских островах. Очень ограбили. И когда сейчас идет дискуссия о том, чьи же эти острова, ну, оказалось, что до россиян там жили японцы очень долго. На Курильских островах. В частности, на Итурупе, которые они просто ограбили. Но еще они прославились, кроме этого, эти российские путешественники Хвостов и Давыдов, что приехали в Петербург, напились, набухались, упали с моста и утонули в Дневе. Представьте, какая судьба. Доплыли до Калифорнии, дай турупа. Потом вернулись на родину, набухались и утопились в Неве. Вот. Был еще, правда, один российский великий путешественник, кто старше возрастом, знают его все. Его звали Юрий Сенкевич, телеведущий вокруг света. То есть, действительно, говорили, что он объездил там все страны и так далее, и так далее. Все на него смотрели. Но оказалось, что этот Юрий Сенкевич тоже того поляк. То есть, он не русский путешественник. На этом история великих русских путешественников заканчивается. То есть, немного их, собственно говоря. Почему? Потому что путешествие предусматривает какой-то интерес к внешнему миру. Не только ободрать. Потому что, если ободрать, и просто ограбить, как российские путешественники делали, то далеко, и, собственно говоря, и ездить не надо. Можно ободрать там своих первых попавшихся, и интерес пропадает. Поэтому среди русских мало действительности путешественников. И я считаю, что это очень хорошо, что мир закрывается для России, что прекращается выдача виз, и так далее, и так далее. Русским, чтобы дорасти до вот этой возможности путешествовать, до вот этого блага, огроменного блага, получать какие-то впечатления, знания и так далее, им просто нужно до этого дорасти. До этого дорастать очень долго. Как мы видели в истории, немногие русские доросли до путешествия, даже великие русские путешественники, так называемые. Поэтому предстоит изучать еще собственную страну русским очень долго, хотя, наверное, скоро начнут ломаться самолеты, потом начнут ломаться машины, а на оленях и на собачьих упряжках далеко сильно не уедешь, и на иранских автомобилях, которые будут у россиян. Вообще, чтобы ехать и общаться с другими людьми, нужно им что-то нести универсальное, давать. Не просто ограбить, не просто обворовать, не просто обмануть, а что-то универсальное, полезное для них и вообще для всего человечества. Пока что русские путешественники на это в основной своей массе не способны. Они со скучными лицами, как говорится, ходят, с одновременно комплексом неполноценности и с презрением ко всем окружающим. Я думаю, что, конечно, наверное, есть какие-то уникумы, которые не похожи на эту картину, но, в общем, к сожалению, картина именно такая. Именно поэтому в настолько популярные отели в мире, отели без русских, ну, теперь они скоро уже будут почти все без русских. Поэтому будьте здоровы, друзья, помогайте украинским солдатам, подписывайтесь на мой канал, будьте здоровы, слава Україне!